Борис Ковзан, четыре воздушных тарана советского героя самопожертвования советских летчиков, массово шедших на воздушные тараны, заставило командование Люфтваффе выпустить директиву, запрещавшую своим пилотам сближаться с русскими на опасное расстояние. Но это далеко не всегда помогало, и даже опытные асы становились жертвами безусых юнцов, шедших на смертельные тараны с врагом. Настоящей легендой советской истребительной авиации стал Борис Ковзан, совершивший четыре таких тарана, а в трех случаях даже сумевший посадить покалеченную машину на свой аэродром. Рожденный летать и сражаться. Уроженец города Шахты Ростовской области родился 7 апреля 1922 года. Вырос в белорусском городе Бобруйске, в который переехал вместе с родителями. Там же окончил восьмых классов средней школы. В 1939 году поступил в Одесскую военную авиационную школу, которую окончил за год до войны, освоив принципы ведения воздушного боя и точного бомбометания. Воинскую службу продолжил в Западном особом военном округе на территории Гомельской области, Белоруссия, отачивая летное мастерство и готовясь к скорому противостоянию с истребителями гитлеровской Германии. Летал на устаревшем истребителе И-15 Бис, который должен был бы стать легкой мишенью для прошедших всю Европу немецких асов. Начало Великой Отечественной было ошеломляющим. Советский Союз потерял огромное количество своей боевой техники. Потери самолетов, многим из которых немцы даже не дали возможности взлететь со своих аэродромов, были просто катастрофическими, поэтому каждый истребитель был на вес золота. В первое прямое боестолкновение с врагом Борис Ковзан вступил уже 24 июня, на третий день войны. На своем И-15 Бис он атаковал немецкий бомбардировщик Хейнкель-111, по другим данным, Дарнье-215, отправив его горящим на землю. Уже осенью 1941 года его перевели служить под Москву. Борис оседлал более современный самолет Як-1, который на несколько месяцев стал его настоящим другом и спасителем. Срезать фашисту хвост. Летчик в составе группы неоднократно вылетает на боевые задания, отгоняя немецкие бомбардировщики, пытающиеся прорваться к столице. Он вступает в воздушные бои, но похвастаться новой звездочкой на фюзеляже своего истребителя никак не может. О первом его таране, совершенном 29 октября 1941 года, различные источники сообщают по-разному. Одни говорят, что Борис возвращался с боевого задания, во время которого расстрелял весь боезапас. Другие утверждают, что боеприпасы у нашего пилота закончились уже во время боя с гитлеровским самолетом разведчиком Ме-110. Как бы там ни было, но не желающий упустить врага Борис Ковзан срезал его хвостовое оперение винтом своего самолета. Нужно понимать, какой виртуозной техникой полета должен был обладать летчик для этого. Вошедший в пике немецкий разведчик взорвался на земле, а советский пилот вернулся на аэродром, доложив командованию об итогах боевого вылета. При этом совершенный таран он особым подвигом не считал. Враг не пройдет. 21-го, по некоторым источникам, 22-го, февраля 42-го года группа Яков вылетела для прикрытия передвижения войск по шоссе Москва-Ленинград в район города Торшка Тверской области. Увидев в воздухе три немецких бомбардировщика Ю-88, Борис Ковзан отважно атаковал один из них, уклоняясь от встречного огня. В круговерте воздушного боя он даже не заметил, как расстрелял все боеприпасы, так и не выполнив поставленную задачу. Тогда младший лейтенант Ковзан решил повторить свой излюбленный трюк. И ему это удалось. Потерявший хвостовое оперение Юнкерс врезался в землю, а советский пилот благополучно вернулся на аэродром. История о том, как Борис Ковзан сбивает немецкие самолеты, быстро обросла разнообразными подробностями и облетела весь Северо-Западный фронт. Поговаривали, что сам Гюринг отдал приказание никогда не сближаться с невменяемыми русскими, чтобы не дать возможность последним совершить воздушный таран. Но когда 7 июля 42 года представленный к награждению орденом Ленина младший лейтенант Борис Ковзан срезал винтом хвост и у третьего истребителя врага, он стал настоящей легендой. И самое интересное, вновь, как ни в чем не бывало, вернулся на аэродром на своем Як-1. Готов отдать жизнь за родину. А вот с четвертым тараном Борису Ковзану не повезло. Хотя огромным везением уже оказалось то, что он остался в живых. 13 августа 1942 года в небе над Старой Руссо-Новгородской области его самолет возвращался с боевого задания. Как всегда, с расстрелянным до последнего патрона боекомплектом. Неожиданно из облаков вынырнуло звено немецких истребителей М-109. Быстро смекнув, что советскому пилоту нечем отстреливаться, гитлеровцы начали играть с ним в кошки-мышки, используя Як-1 в качестве воздушной мишени. Методично расстреливая истребитель Ковзана, совершавший немыслимые фигуры высшего пилотажа, им удалось разбить фонарь его кабины, тяжело ранив самого летчика, пуля выбила ему глаз. Желая отдать свою жизнь подороже, летчик развернулся и пошел на лобовой таран. На удивление фашист тоже не струсил. Лобовое столкновение было такой силы, что оба самолета разлетелись на мелкие части. Немец погиб на месте, а Ковзана выбросила из разбитой кабины. Спасибо ангелу-хранителю. Впоследствии он так и не смог точно вспомнить, дергал ли за кольцо парашюта, или его открыла неведомая сила. Но как открыла, не полностью. Летчик на большой скорости понес их земли и упал в местное болото. Он бы наверняка утонул, если бы не работавшие невдалеке крестьяне, которые вытащили Бориса Ковзана из болота и спрятали буквально за несколько минут до того, как на место прибыла немецкая поисковая команда, бой шел над оккупированной территорией. Полицаи и фашисты поверили словам бывшим колхозников, утверждавших, что советского пилота поглотила трясина. Тем более, что самим очень не хотелось измазывать сапоги русской грязью. Уже через пару дней Бориса переправили к партизанам, откуда эвакуировали на Большую Землю. Добиться своего любой ценой, тяжело раненого летчика врачам все-таки удалось спасти, хотя поврежденный правый глаз потребовалось для этого удалить. Позже Борис Ковзан рассказывал, что проведенные в госпитале 10 месяцев стали самыми сложными в его жизни. Он почти полностью восстановил здоровье, но медицинская комиссия признала летчика негодным к службе истребительной авиации. Это стало жестоким ударом для парня, которому едва исполнился 21 год. Но не таков был характер героя, он настолько достал членов медицинских комиссий, что, в конце концов, ему разрешили летать без ограничений. И это с одним глазом. Маленький винтик большой победы. До конца войны на счету героя Советского Союза Бориса Ковзана было 28 воздушных побед, 4 из которых, при помощи тарана. Правда, молодецкая удаль немного поутихла, и больше на тараны он не шел. После войны он летал на реактивных самолетах и учил этому молодое пополнение. В отставку полковник Ковзан вышел в 1958 году в результате массового сокращения советской армии. Некоторое время проживал в Рязани, где руководил местным аэроклубом, после чего переехал в столицу советской Белоруссии. Умер 31 августа 1985 года. Его именем названы улицы в нескольких городах бывшего СССР, а в 2014 году Почта России выпустила почтовую марку, посвященную подвигу этого неординарного человека.